Тема нашего сегодняшнего занятия это фундированные множества, фундированные частично упорядоченные множества. И если мы успеем, мы займемся еще и ординалами. Итак, частично упорядоченное множество называется фундированным, если любое его подмножество имеет наименьший элемент, минимальный элемент. Записываем следующим образом. Для любого u, u принадлежит x и u не равно пустому множеству, следовательно, существует m, m принадлежит u, и для любого b, b принадлежит u, следовательно, не m больше b. Вот такое множество, множество удовлетворяющее такому свойству, называется фундированным, по-английски well-founded. Слово фундированный вам знакомо уже. Да, у нас была такая аксиома фундирования. И может возникнуть вопрос, а связаны ли как-то эти понятия? Да, связаны, и через какое-то время мы увидим эту связь. Значит, но сейчас для нас важно понять, что частично упорядоченное множество, обладающее тем свойством, что его любое подмножество имеет минимальный элемент, называется фундированным. А если такое множество еще и линейно упорядоченное, то есть все его элементы, каждая пара его элементов сравнима, то тогда такое множество называется вполне упорядоченным. По-английски well-ordered. Я подчеркиваю тут такой момент, связанный с терминологией. Если вы просто не запомните эти определения, эти названия, то вам, скажем, на экзамене интуиция не поможет, потому что часто люди путают вполне упорядоченное множество и линейно упорядоченное множество, допустим. Линейно упорядоченное — это такое, которое каждая пара элементов сравнима, а вполне упорядоченное — это линейно упорядоченные, которые еще и фундированы. Какие примеры фундированных или даже вполне упорядоченных множеств мы знаем. Первый пример, который лежит у нас на поверхности — это множество натуральных чисел, наше множество омега, которое является фундированным. Во-первых, оно линейно упорядочено, ну и кроме того, оно фундировано, значит, оно вполне упорядочено. Как мы докажем, что любое подножество омеги имеет минимальный элемент? Значит, возьмем s, являющийся подножеством омеги, s не равно пустому множеству, и предположим, что s не имеет минимального элемента. И возьмем s с волной, которая у нас будет определено следующим образом — омега минус s, то есть все элементы, которые в s не входят. Значит, если оказывается так, что пустое множество принадлежит s, пустое множество — это нуль, да, то это будет наименьший в s элемент. Потому что, что такое натуральное число, я напомню. Натуральное число n — это у нас 0,1, n минус 1 — это равняется n, где нулик — это у нас пустое множество. Да? Соответственно, пустое множество — оно сравнимо, а значок меньше у нас по определению, соответствую, значку принадлежит. Вот. Соответственно, нулик у нас сравним с любым элементом, и если так случилось, что нуль попало в наше подножество омега, то это и будет наименьший элемент. Но мы предположили, да, сейчас, чтобы свести к противоречию, что у нас нашлось такое подножество омеги, которое наименьшего элемента не содержит. Следовательно, пустое множество не должно входить элементом в s, и оно входит элементом в... Пустое множество не входит в s, пустое множество входит элементом в s с волной. Дальше. Я хочу воспользоваться индукцией и предположить, значит, пусть, мы уже доказали, что 0, 1, n входит в s с волной. Значит, если так, если n плюс 1 принадлежит s, то n плюс 1 наименьший в s. Почему? Если n плюс 1 входит в s и не является наименьшим в s, значит, найдется какой-то элемент в s, который меньше его. А что это за элементы? Это могут быть только элементы 0, 1 или n, да, меньше n плюс 1. Но мы уже предположили, что все натуральные числа от 0 до n входят в s с волной. Следовательно, n плюс 1 не может входить в s, значит, n плюс 1 не входит в s, n плюс 1 входит в s с волной. Таким образом, мы видим, что 0 входит в s с волной, и n плюс 1 входит в s с волной на каждом шаге индукции. Отсюда получается, что s с волной равняется омеге, а s, соответственно, равняется пустому множеству. То есть не остается никаких элементов для того, чтобы быть включенными в s. И получается, что... Получается противоречие, потому что вначале мы предположили, что s у нас не пустое множество. То есть мы только что доказали, что каждое подмножество натуральных чисел имеет наименьший элемент. Доказали это, используя индукцию, арифметическую индукцию. Это очень важно, потому что, как вы видите, сейчас мы займемся обобщением всех вот этих вот вещей за грани арифметической индукции. И тогда все, что... Ну, многое, о чем мы сейчас говорим, оно получит такое расширение обобщения. Поэтому понимать рассуждение вот на этом вот этапе сейчас очень важно. Ну, кроме того, заметим, что, коль скоро этот элемент существует наименьший, то он равен чему? Он равен вот такому терму пересечения s. То есть он состоит из элементов, каждый из которых ходит в каждый элемент из элементов множества s. Ну, я думаю, вы все помните, что минимум из x, y, если x, y натуральные числа, это у нас x пересечение с y. Ну, просто, хотя бы, я тут уже стер, да, хотя бы потому, что n 0, n минус 1. Это в случае, если у нас всего два, как бы, элемента. Но если мы обратим внимание... Ну, вот, допустим, что у нас пусть n является элементом наименьшим в s. Тогда для любого элемента t, принадлежащего, для любого t, принадлежащего s, n является подмножеством t. Потому что t больше либо равно n по определению. А что такое одно число натуральное больше либо равно другого числа натурального по фоннейману? Это значит, что меньшее из этих чисел является подмножеством большего по построению этих чисел. Соответственно, мы имеем, что n является подмножеством пересечения s. Но, с другой стороны, так как n само по себе является элементом s, то пересечение s является подмножеством n. Следовательно, n, наименьший элемент множества натуральных чисел, является пересечением s. Итак, если у нас имеется некое произвольное подмножество натуральных чисел, то оно имеет наименьший элемент. Этот элемент определяется вот по такой формуле. Ну, с натуральными числами мы разобрались полностью, но уже мы видим, что, например, целые числа, ну, множество целых чисел фундированным не является. Почему? Потому что, если мы возьмем множество отрицательных чисел целых, то оно уже наименьшего элемента не будет иметь. Понимаете, да? Мы нашли подмножество, оно наименьшего элемента не имеет. Если мы возьмем, допустим, множество положительных рациональных чисел, да, то само-то по себе это множество наименьший элемент имеет. Это, допустим, там 0, да, но нам легко там, допустим, вот не включить, там, от 5, там, до 6 включительно, да, здесь в этом сегментике, ну, рациональных чисел или действительных чисел наименьшего элемента нет. Нам легко построить такое подмножество, которое наименьшего элемента не имеет. Хотя, может быть, мы само множество ограничили, само множество, пожалуйста, имеет наименьший элемент, но какое-то из подмножеств его наименьшего элемента не имеет. Соответственно, ни множество целых чисел z, ни множество рациональных чисел q, ни множество действительных чисел r фундированными не являются. теперь рассмотрим критерий этот критерий фундированности множеств этот критерий зависит он не просто сам по себе он зависит от аксиомы выбора множество является фундированным тогда и только тогда когда в нем невозможно построить бесконечно убывающую последовательность элементов или выделить бесконечно убывающую под последовательность элементов и я особенно подчеркну что это утверждение она принципиально зависит от аксиомы выбора и мы сейчас увидим как это происходит ну в одну сторону в общем то утверждение очевидно и никакой аксиомы выбора тут не требуется если у нас в множестве выделенная бесконечно убывающая последовательность такая скажем x0 x1 xn да и вот она уходит туда это счетная последовательность да то мы получили не что иное как подмножество без минимального элемента и множество фундированным уже быть не может теперь предположим что такой последовательности нет но при этом есть подмножество без минимального элемента в нем чтобы прийти к противоречию для дальнейшего рассуждения мы возьмем вот какую волшебную функцию функция fc которая работает на булиане от x и переводит в булиан от x обладающую свойством такую что fc от с равняется синглитону т т принадлежит с если с не равняется пустому множеству и fc от пустого множества равняется пустому множеству значит что это за волшебная функция такая она работает на каждом подмножестве а исходного множества допустим у нас множество состоит всего из двух элементов 1 и 2 тогда булиан чему будет равен пустому множеству единичка двойка единичка двойка что за функция fc должна как она должна работать значит пустому множеству она ставит соответствие пустое множество элементу не пустому подмножить она ставит синглитон из элемента ему принадлежащего соответственно здесь у нас будет единичка здесь у нас будет двойка а здесь допустим опять единичка ну или двойка это не важно важно то что элементом этого синглитона является элемент от этого большого множества то есть вы понимаете каким образом это может быть обобщено на случай произвольного множества и множество его частей понимаете да вот это функция fc я ее впервые сейчас упомянул но я ею буду пользоваться при доказательстве еще других теорем до конца нашего курса поэтому это вот такое вот обозначение которым неудобно вспоминать будет эта функция она у нас ее существование обеспечивается как раз таки аксиомы выбора вот ну тут уместно вспомнить аксиому выбора аксиомы выбора у нас вообще-то гласит о чем что если у нас имеется семейство не пустых не пересекающихся по парным множеств тогда у нас существует функция которая каждому элементу этого семейства ставит соответствие по представителю элементы этого семейства по одному представителю здесь немножко не так но на самом деле просто техническими ухищрениями можно показать что если верно аксиомы выбора то мы можем построить и такую вот функцию из бульяна в булья ну например до элементы множество всех подмножеств они пересекаются друг с другом но мы можем выстроить такую конструкцию значит пустое множество скажем у нас будет единичка помноженное на то подможество которому она принадлежит сейчас я покажу значит двойка относится двойки так и вот например здесь получится так единичка относится к множеству 12 и двойка относится к множеству 12 то есть мы можем каждый каждый элемент бульяна декартова помножить на синглитон от самого этого элемента видите здесь единичка она относится к подможеству единички 2 как двойки а здесь их 2 вот мы получим тогда как раз семейство не пересекающихся множество они уже не пересекающиеся отбросим пустое множество возьмем по значит его по представителю каждого из этих множеств при помощи аксиомы выбора и построим функцию уже нам достаточно взять по первой малой проекции каждого из этих представителей чтобы получить вот нужны и нужны нам функция то есть благодаря аксиоме выбора мы можем выстроить вот такую вот fc вот если что-то в этих рассуждениях сейчас непонятно то это не так страшно страшно если непонятно что делает функция fc вот это вот всем понятно как работает fc но и просто предположить что мы аксиомы и предположить что к fc есть вот и суть аксиомы выбора она как раз в том заключается что какое бы мы подможество там не взяли x а мы можем выбрать из него один элемент если она не пустой вот причем заранее этой самой функции сопоставим дальше мы поступаем вот каким вот образом пусть у нас м являющийся под множеством икса не пустое под множество без минимального элемента и мы построим вот какую рекурсию а 0 равняется сумме fc от м м 1 равняется м минус fc от м дальше а 1 равняется сумме fc от м 1 на следующем шаге мы выбираем один из оставшихся элементов которые меньше выбранного то есть вот у нас м она без минимального элемента вот мы выбрали здесь а 0 и на множестве скажем так м а 0 минус fc м а 0 вот так вот надо сказать 2 мы должны выбрать а 1 на вот этом вот под множестве элементов которые меньше чем а 0 понимаете вы выбираем следующий а 1 дальше среди элементов м меньших а 1 мы выбираем еще один а 2 вот вот такую вот рекурсию мы строим то есть мы вынимаем по одному элементе q всякий раз из множества элементов меньших вот текущего предыдущего значит элемента по одному элементам выбор и что у нас получается у нас получается что а 0 будет больше а 1 а 1 больше а 2 больше а n и этот процесс никогда не закончится потому что какое бы а и мы не взяли так как м не содержит наименьшего элемента то получается что существует еще то есть множество подможество м из элементов м меньших а и она не пустое цветами из него еще можно выбрать какой-то а и плюс 1 эта цепочка никогда не закончится и таким образом мы при помощи рекурсии при помощи счетной рекурсии построили с вами бесконечно убывающую цепочку а в самом начале мы сказали найти предположим что у нас в м не существует бесконечно убывающих цепочек но существует элемент без существует подножство без минимального элемента и вот пожалуйста если у нас есть подножство без минимального элемента тогда при помощи аксиомы выбора мы можем построить бесконечно убывающую цепочку в принципе здесь нет в этих рассуждениях вообще ничего сложного нет если так немножко абстрагироваться от формул от всего и понять что мы делаем да мы просто вы вынимаем из множества по одному элементу вот но правда на каждом шаге мы еще отсекаем от множества те элементы которые больше того что мы вы не вынули на предыдущем то есть как с лука снимаем шелуху или там капусту раздеваем слой за слоем примерно вот такая вот операция она допустима ну методом рекурсии счетный допустима значит можем мы построить такую функцию значит из множества натуральных чисел множество элементов и можем построить этот прием да но критерий доказан но прием который мы использовали здесь при доказательстве этого критерия его обобщение мы используем дальше при доказательстве главных теорем нашего курса теоремы цермела лемы цорна только там уже будет рекурсия не простая а трансфинитная но идея та же самая если у нас имеется аксиома выбора если у нас имеется рекурсия в нашем арсенале то мы можем под по одной точке из множества выбирать кстати сразу же мы можем с вами увидеть при помощи данного метода такую вещь интересную что любое множество оказывается сравнимым по мощности с омегой то есть любое множество сравнимо с алиф нулем если верна аксиома выбора в самом деле ну вот пусть у нас имеется некое множество применим метод вот этот же метод доказательства к попытке построить инъекцию из множества натуральных чисел в это множество значит вот у нас есть множество вот у нас есть функция выбора fc применили fc ко всему множеству получили какую-то точку в нем выкололи эту точку значит применили функцию fc к этому множеству за вычетом этой точки выкололи вторую точку и так далее продолжаем рекурсивно дальше возможно два и только два варианта либо этот процесс не закончится никогда и мы с вами получим инъекцию из множества натуральных чисел в наше исходное множество либо на каком-то этапе мы все точки выколем из этого множества и у нас будет какой-то n после которого fc будет давать пустой множество в процессах закончится да и у нас получится это значит нас получилось конечное множество мощности n вот и мы получили на каком-то этапе биекцию между каким-то натуральным числом n и вот этим вот нашим исходным множеством то есть применяя этот метод мы сразу же доказали такую вещь которую ну изначально было вообще говоря непонятно как доказывать да я вам говорил что одна из целей нашего курса что мы докажем что любые два множество сравнимы по мощности то есть если бы существует инъекции 1 2 либо инъекции 2 1 и как это сделать в общем-то до сих пор было не очень понятно а сейчас мы видим как бы первый ключик к подходу да если мы хотим сравнивать хотя бы с множеством натуральных чисел путем вот такого вот при путем рекурсии и путем выкалывания и путем аксиомы выбора она здесь играет существенную роль без нее ничего не получит не получится в наших рассуждениях вот мы уже видим что любое множество на самом деле либо конечное либо бесконечное в смысле сравнения с натуральными числами то есть если аксиомы выбора в нашей системе присутствует то множество несравнимых с множеством омега по мощности не существует это уже доказано ну что мы можем сказать о фундированности множеств которые получены декартовым произведением ну то есть произведений с лексикографическим порядком тех самых произведений про которые была были задачи вот сейчас контрольной пусть у нас а вполне упорядоченное множество и и пусть у нас имеется множество а на а а ну даже не она даже а на б значит где а и б это могут быть вообще говоря и разные вполне упорядоченные множества не обязательно они равны друг с другом да и вот у нас имеется декартовое произведение множество а множество а на множество б порядок лексикографический то есть мы сначала сравниваем первые компоненты до если первые 1 меньше другой тогда мы считаем пару меньше если они равны то сравнивать тари компоненты рисуем вот этот вот чистокол на прошлом лекции я сказал что эту конструкцию с чистоколом хорошо бы запомнить и понять значит теперь возьмем некая с являющиеся под множеством декартового произведения а на б произвольное с я его так вот нарисую и мы видим что в этом произвольном с всегда найдется наименьший элемент в смысле лексикографического порядка почему возьмем первую большую проекцию от с она будет являться под множеством а так как это под множество а то в нем имеется наименьший элемент вот он а 0 да он всегда есть дальше возьмем сечение этого множества по наименьшему элементу а 0 в нем может оказаться либо один элемент тогда он и будет наименьшим в с в смысле лексикографического порядка либо много элементов если мы возьмем проекцию этого сечения на б то тогда мы получим какое-то под множество б который тоже имеет наименьший элемент вот он бы 0 соответственно а 0 б 0 наименьший с в лексикографическом порядке то есть если у нас имеется допустим два вполне упорядоченных множество упорядка и их декартово произведение упорядочены лексикографические то не только это декартово произведение будет линейно упорядоченным это мы в прошлый раз с вами выяснили на оно еще и окажется вполне упорядоченным потому что она будет фундированным это будет следовать из фундированности а и b причем количество измерений в этом рассуждении мы можем обобщить то есть если два измерения мы можем третье добавить также точно лексикографически упорядочить и сказать что ну вот у нас в этой паре нашли наименьший элемент да потом нашли и элемент в паре там вот здесь вот и z связи ну качестве иллюстрации этого принципа во многих учебниках по теории множества приводится такая задача притча о некоем кубце который совершил сделку с дьяволом условия были такие значит имеются монеты а ну допустим рубли у нас имеется монеты 10 рублей 5 2 1 рубль 50 копеек 10 копеек 5 копеек и 1 копеек вот у купца имеется какой-то набор монет и каждый день он должен дьяволу отдавать одну монету обратно дьявол ему возвращает любое количество монет но меньшего достоинства и если купец дает копейку дьяволу так как меньше копейки ничего нет то дьявол ему ничего не дает значит нужно доказать что за конечное число дней дьявол выигрывает у купца не остается монет значит дьявол забирает его душу каким образом каким образом это увидеть но сейчас в наших терминах это описывается следующим образом каждый день состояние купца но обозначая она соответствует вот такому вот кортежу n1 nk где n это это количество монет и того номинала и мы видим что каждый день состояние купца вот в таком смысле вот в таком смысле она уменьшается в лексикографическом порядке неважно какая тут сумма у него будет мелочи но главное что вот если мы упорядочиваем вот этот тот вектор в лексикографическом порядке то мы видим что каждый день он ну если он отдает n и ту монету n и становится n и минус единица и соответственно вот это вот координата уменьшается а здесь может быть прибавлено сколько угодно n и плюс 1 там плюс n то что он заказал дьяволу да но в смысле лексикографического порядка вот это множество этот кортеж он спустился на одну ступень дальше мы замечаем что все n и ты выражаются натуральными числами то есть являются элементами фундированного множества дальше мы замечаем что сам вот этот вот кортеж является всегда элементом фундированного множества а в фундированном множестве у нас что не может быть бесконечно убывающей цепочки то есть каждая цепочка убывающая там смысле порядка в нашем фундированном рано или поздно закончится оборвется вот собственно это и доказывает то что черт рано или поздно выиграет у купца забрав у него все монеты ну тут понятно что как бы он справился если бы купец попросил у него больше больше копеек чем атома во вселенной вот это меня волнует или допустим как еще можно купца спасти попробовать заказать у него какое-нибудь такое число там скажем 10 две стрелки кнута в 10 значит это 10 10 10 это 10 раз вот я думаю что там сам черт бы соскучился бы ждать пока это пока у купца закончатся монеты вот но с точки зрения исключительно да теоретика множественные все таки да конечное за конечное число шагов все равно монеты закончатся у нас еще есть время для того чтобы перейти к следующей теме серьезной вполне упорядоченные множества мы не зря это понятие ввели они очень важны потому что обладают целым рядом очень важных фундаментальных свойств которые нам позволят очень серьезные теоремы доказать но удобнее пользоваться не множеством вернее удобнее пользоваться не вполне упорядоченными множествами как таково и а такими каноническими представителями класса вполне упорядоченных множеств то есть ординалами то есть вполне упорядоченными множествами вполне определенного вида и сейчас мы их определим и увидим первые самые первые фундаментальные свойства но для начала сделаем такое определение назовем множество x транзитивным если любого t t принадлежит x следовательно t является подмножеством x то есть множество является транзитивным если каждый его элемент одновременно является еще и его подмножеством тут я вспоминаю самое первое наше занятие когда мы только еще вводили вот эти вот значки вот я просил всех эти значки не путать потому что очень часто по неаккуратности или по спешке кто-то начинает их путать что это разные понятия быть элементом быть подмножеством я думаю что сейчас уже никакой путаницы нет и тогда я обещал что мы когда-то мы дойдем до таких множеств у которых это будет означать одно и то же вот мы и дошли транзитивным является такое множество каждый элемент которого является его подмножеством и множество x называется ординалом если оно транзитивно и все его элементы транзитивны значит транс x и для любого t t принадлежит x следовательно транс t то есть множество x произвольное множество x удовлетворяющее вот такому вот условию простому само оно транзитивно и все его элементы входящие в него элементы тоже транзитивны называется ординалом теперь давайте посмотрим что это за множество такие ординалы какие у нас есть примеры во первых пустое множество является ординалом почему потому что оно не содержит никаких элементов и поэтому про его элементы мы можем говорить все что угодно это будет истина во вторых если если у нас x является ординалом то тогда x плюс единица тоже является ординалом я напомню что x плюс единица есть сумма икса и синглитона от икса то есть мы как бы к иксу добавляем его самого в качестве элемента вот и когда мы добавили к иксу его самого в качестве элемента если мы уже знаем что x является ординалом это значит что он транзитивен это значит что он как элемент нового множества тоже будет транзитивен вот но и само множество оно тоже будет транзитивно относительно x если у нас x как его элемент он ходит как элемент с одной стороны а с другой стороны как подножество вот здесь вот то есть получается что если у нас про какой-то x мы сказали что это ординал то x плюс 1 тоже является ординал отсюда мы сразу видим что все натуральные числа являются ординалами но ординалами являются не только натуральные числа третье свойство ординала оно вот какое следовательно для любого t t принадлежит x следовательно ординал t то есть каждый элемент ординала сам по себе является ординалом по определению мы требовали от каждого элемента t транзитивности значит но как мы докажем что он еще и ординалом является ну во первых он транзитивен потому что он элемент x а а каждый элемент ординала транзитив во вторых так как t входит в x как элемент то значит t входит в x как подмножество x тоже в силу транзитивности x а но раз он входит как подмножество значит каждый из элементов t входит в x в качестве элемента а раз каждый элемент t входит в x в качестве элемента а все элементы x транзитивны Транзитивный, значит каждый элемент Т транзитивен, значит Т ординал. Следите за рассуждениями, они очень простые, на каждом шаге они очень-очень простые, но на выходе получаются очень такие нетривиальные следствия. Вот оно, простое определение, оно всего лишь требует транзитивности каждого элемента, а на выходе-то мы сразу же имеем, что каждый элемент ординала это будет ординал. Если мы знаем, что на входе у нас ординал. Значит, четвертое свойство касается, четвертое свойство у нас касается некого подмножества, вернее не подмножества, а четвертое свойство у нас касается множества ординалов. Если u множество ординалов, произвольное множество, то тогда сумма u это ординал То есть если мы взяли любое множество ординалов, посуммировали его, всегда такая сумма существует То в итоге мы получили ординал Каким образом это доказать? Если у нас t принадлежит сумме u, то по определению суммы это значит, что существует a a принадлежит u и t принадлежит a Тут даже можно импликацию поставить, это просто в силу определения Но из того факта, что a принадлежит u, следует, что a является ординалом t принадлежит a, следовательно, транс t Значит, каждый элемент суммы u является транзитивным множеством Первое, что мы увидели Значит, с другой стороны Пусть у нас y принадлежит t, t у нас принадлежит сумме u Следовательно, существует a, a принадлежит u и t является подножеством a Сейчас я поясню это Существует a a принадлежит u и y принадлежит a Отсюда y принадлежит t, следовательно, y принадлежит сумме u Отсюда t является подножеством суммы u Что я написал тут такое? Я предположил Мы доказали, что каждый элемент суммы u является транзитивным Это мы увидели Теперь нам надо доказать, что сама сумма u транзитивна Для этого нам необходимо доказать, что если t принадлежит сумме u, то t является подножеством суммы u Вот, мы это видим здесь в конце Для этого нам надо рассмотреть уже элемент t, который в свою очередь является элементом суммы u Рассмотрим Опять запишем определение Только здесь мы значок принадлежит a заменим на подножество a Поскольку мы знаем прекрасно, что a это у нас ординал И, значит, соответственно, каждый его элемент является его подножеством Раскрывая здесь это логическое выражение Мы видим, что y принадлежит t t является подножеством a Получается, существует a a принадлежит u И y принадлежит a Следовательно, из того факта, что y принадлежит t Следует тот факт, что y принадлежит сумме u И это есть не что иное, как утверждение, что t является подножеством суммы u Вот уже менее элементарное, но все еще достаточно элементарное рассуждение, которое приводит нас к еще одному свойству построения ординала Заметьте, что у нас вот эти четыре утверждения Среди них содержатся способы построения новых ординалов Мы, с одной стороны, можем прибавлять единицу, если нам задан какой-то ординал, и получать новый А с другой стороны, если нам задано какое-то множество ординалов, то мы можем взять их сумму И на выходе получить тоже ординал В некоторых случаях он будет равен одному из них А в некоторых случаях не равен Мы об этом поговорим поподробнее Итак, ординалом у нас является пустое множество Ординалами у нас являются все натуральные числа 0,1,n Ординалом у нас является омега Как легко убедиться, множество натуральных чисел Поскольку само оно транзитивно Любое натуральное число также является под множеством Мы уже видели сегодня много раз Я писал, что такое n Это множество 0, 1, 2, 3, n минус 1 То есть каждое натуральное число, входящее в омега как элемент Оно входит в омегу еще и как и под множество Ну и само тоже является транзитивным множеством То есть омега это ординал Но коль скоро само омега у нас ординал То омега плюс 1 Это тоже ординал Тут плюс 2, плюс 3 Но я рассказывал вам на занятии, посвященном аксиоме бесконечности Каким образом мы можем порождать ординалы В какой-то момент мы сделаем омега плюс омега Определим это как 2 омега Потом 3, 4 омега, 5 омега И способ продвижения здесь по линейке Он один и тот же Мы либо прибавляем единичку Либо когда мы поняли, что мы с этим прибавлением единичек Опустились в какую-то бесконечную процедуру Бесконечный ряд Мы можем взять сумму Объявить это как В данном случае как 2 омега И дальше продолжать прибавлять единичку Когда мы получили 2 омега, 3 омега, 4 омега Опять же мы получили такой бесконечный ряд ординалов Берем сумму и получаем то, что мы назовем омега в квадрате Омега на омега Так, у нас еще... А, нет, у нас уже нет времени Поэтому на этом я останавливаюсь И на следующем занятии мы продолжим изучать ординалы и их важные свойства Спасибо